Всем привет! Сегодня понедельник, а значит пора рассказать вам новости за прошедшую неделю. Кстати, перед началом просмотра этого видео не забудьте оставить свой комментарий насчет этого выпуска, оставить, конечно же, большой палец вверх и подписаться на канал, потому что уже в ближайшие дни, а точнее в среду, я опубликую новый ролик. Как вы могли знать и уже заметить, они выходят каждые два дня, то есть понедельник, среда, пятница, у меня новый ролик на канале. Вы даете огромную поддержку в виде своих лайков и, конечно же, подписок, и это вдохновляет меня на новые видео. Вроде бы все сказал, что хотел с самом начале сделать, так что давайте приступим к новостям, погнали! Понедельник день тяжелый для каждого человека, а уж тем более он таким оказался для бренда Prada. Ведь его стоимость упала на 700 миллионов долларов. Вы только вдумайтесь в это число, и все произошло это из-за замедления китайской экономики. Вот так вот иногда случается, ты вроде бы ни при чем, какие-то внешние обстоятельства, а теряются такие громадные суммы денег. 21 марта состоялся релиз новой модели Puma Alteration PN1. Впервые эту пару заметили на показах бренда Хан Копенгаген, и после этого пару представили в четырех расцветках. Но пока релиз состоялся только у двух, а именно серый и желтый. На самом деле, мне самому очень сильно нравится этот силуэт, он немного отдаленно напоминает тандеры. Не знаю почему, но очень много людей пишут о том, что это все украдено у Balenciaga силуэта Triple S. Но не знаю, особо этого не заметно, на самом деле. Вроде бы свежее такое дизайнерское решение с увеличенной подошвой, никакого Triple S я в этом не вижу. Просто немного как-то деформированные тандеры, но выглядит это очень круто, и по удобству они тоже такие же. Кстати, серая расцветка зашла очень даже хорошо для покупателя, потому что у нее везде sold out, в отличие от желтой. Желтая как раз-таки лежит, на официальном сайте у нее там больше половины размеров присутствует, но все-таки ее также кто-то раскупает. Давайте будем ждать следующей информации о двух других расцветках. Одна неплохая модель получит обновление, а именно это Adidas собаков. Появились уже первые фотографии. Прошлую версию выпустили в 2019, и вот спустя один год пара кардинально обновится. В модели, кроме дизайна, также добавится подошва Boost, и информации о релизе пока нет. Boost это, конечно, всегда очень круто, потому что технология на самом деле зарекомендовала себя хорошо, но с внешнего вида это выглядит странно, потому что Boost со временем начнет желтеть, и почему бы его не спрятать в подошву, как на тех же самбах или изиках, непонятно. Вот такое вот странное решение, наполовину открытая просто система Boost, не знаю. Выглядит, конечно, красиво, но со временем это все будет желтеть, гнить. Если только ухаживать и постоянно подкрашивать, в общем-то, я думаю, то что бренд мог как-то поболее продумать всю эту систему. Как вы могли заметить, бренд Adidas сделал уже огромное количество расцветок для силуэта Continental 80, но все они выглядят как-то однотонно. И вот бренд решил все это разбавить выпуском расцветки Black Leopard. Релиз состоится весной этого года с ценой 80 долларов. Когда я увидел эту новость, я сначала подумал, что это люксовые тарелки, но нет, Versace решили выпустить в продажу свои люксовые пепельницы. Почему я подумал тарелки? Ну, во-первых, из-за прайса. Начнем с того, что всего будет выпущено 2 пепельницы с ценами 237 долларов и 473 доллара. И теперь, если перевести эти числа в рубли, то получится 15 тысяч за первый вариант и, конечно же, 30 тысяч за второй вариант пепельницы. Я не знаю, как в них вообще можно курить 15 тысяч и 30 тысяч за пепельницу. Для чего? Обычно, по-моему, в подъездах стоят жестяные банки, а дома у вас спокойно справится и какая-нибудь пепельница с Алиэкспрессом или из любого магазина продуктового. 15 тысяч рублей. Это просто что-то нереальное. На прошлую неделю в продажу поступили Com de Garçon в коллаборации с Converse на модели Chuck 70 High в расцветке Haki. Как мне кажется, самым забавным стал именно вот этот вот момент. И интересно, он будет на всех размерах этой модели выглядеть именно так или только на этой, но это привлекает внимание многих покупателей. Не так давно я выпустил обзор на обновленную расцветку Adidas Night Jogger и он вроде бы как вам зашел, да и пара, судя по солд-аутам везде, очень хорошо заходит покупателю. И вот Adidas уже приготовил три новые расцветки для этого силуэта. В марте обещают светлую расцветку с красными деталями, которые по опыту прошлой пары должны быть рефлективными. И 11 апреля состоится релиз сразу же двух расцветок. Сочнейший, черный, который выглядит очень мощно, и серо-оранжевый, который очень схожа с первым вариантом. В интернете слили новую информацию о совместной коллаборации Трэвиса Скотта и Найки. На этот раз нам рассказали об одежде и обещают пулловер, шорты и топ. Релиз состоится в августе этого года. Также на моем канале недавно вышла обзор-распаковка Adidas Derapt S. Тоже отличная модель, она чуть-чуть побюджетнее Найт Джоггеров. И я там говорил, интересно, когда же будут обновлять эти расцветки и добавлять новые какие-нибудь сочные цвета, помимо черно-белого и просто черного. И вот уже появились фотографии расцветки Solar Yellow. Кажется, что этот цвет станет новым белым в 2019 году. Но, к сожалению, информации о релизе этой расцветки пока нет. Многие из нас любят посмотреть сериалы и многие из вас знают то, что совсем скоро выйдет последний сезон сериала «Ходячие мертвецы». И именно к этому событию Puma готовит отличную коллаборацию для сериала. Жаль, но эксклюзив будет для Фудлокера, а релиз состоялся уже сегодня. Также на прошлой неделе появились первые фотографии совместной коллаборации рэпера 21 Savage и бренда Nike на модели Air More Money. Пока нет никакой информации о релизе, только лишь фотографии. 23 марта состоялся релиз новой коллекции от бренда ISSK. Как многие, я вижу, думали то, что он уже давным-давно умер, но нет, бренд все еще готовит иногда даже годные вещи. Но это не самое интересное. Интересно то, что в интернете появилось много информации о коллаборации с порнохабом. Правда, все ждали эти салфетки 23 числа, но бренд в своем сторис опроверк эту дату, но не отрекся от самой коллаборации. И на самом деле это такой вот очень забавный релиз получился бы, точнее получится, потому что бренд все-таки обещал его выпустить не 23, видимо чуть позже, но также не анонсировав никаких дат. Но я считаю, это такой отличный степ, когда стрит-вир бренд, если ISSK можно назвать таковым, делает коллаборацию с порно-сайтом и, ну, без каких-либо особых брендингов, а просто вот такой вот степ, как я думаю, это влажные салфетки. Многие знают и заметили, что оранжевый стал очень популярен в этом году. И бренд Stone Island решил выпустить целую коллекцию с разной насыщенностью этого цвета. Всего там найдется 5 курток, которые переходят от насыщенно-оранжевого к бледно-оранжевому. И раз уж мы заговорили о бренде Stone Island, то я не могу рассказать вам о том, что Патта показали тизер совместной коллаборации с CP Company. Информации о релизе пока нет, только одна фотография. В мае в кинопрокат выходит фильм о покемонах, и, конечно же, это не может обойтись без интересных релизов. Появились первые фотографии коллаборации Adidas и Pokemon на модели Campus. Известно о двух видах вышивки с Пикачу и с Квиртлом. Точной даты релиза нет, но, скорее всего, что релиз будет к выходу фильма. И, как я уже давно говорю, новости без Изи это не новости. 16 марта состоялся релиз True Form, в который очень быстро расхватали. Кстати, не забывайте перейти по подсказке в углу и посмотреть. Это одно из последних моих видео, где я просто порассказывал про этот релиз. 23 марта состоялся релиз Geode, который восприняли не очень хорошо. Лично мне они нравятся, но сам я их брать не стал, хотя это сделать очень просто. Я решил дождаться расцветки цемента. И, кстати, у меня были такие странные мысли, то, что, возможно, этот дроп удастся, потому что True Form так хорошо раскупили, и многие после их успеха могли подумать, то, что эти ожидают тоже, смогут там перепродавать с такой огромной наценкой. Но это, конечно, было бы заблуждение. Но лично я думал, что такое может произойти, но все-таки этого не произошло. Но, как по мне, это достаточно тоже такой неплохой релиз, потому что это всего лишь вторая расцветка для 700-х V2. А Кань и Адидас специально для этого релиза стали сотрудничать с многими семьями, чтобы продавать Изи 700 в расцветке Геода через ларьки с лимонадом. Выглядит это все супер по-домашнему, и все врученные деньги с пар пойдут в фон по психическим заболеваниям. И также появились первые фотографии расцветки аналог для Изи 700. Пока известно, что релиз состоится в апреле, и, как мне кажется, это будет шестое число. 25 мая состоится релиз коллабораций Nike SB и Air Jordan 1. Пара интересна тем, что изначально продается в цветах Лейкерс, но если оттереть верхний слой краски, то вы получите цвета Чикаго. И также появились первые фотографии тоже SB и Джордана в первых, но в версии Лоу. Релиз пары состоится этим летом. Nike решили также обновить классические первые форсы, добавив оверсайзный свуш для белой расцветки. И, кстати, невооруженным взглядом, по-моему, это даже незаметно. Чтобы вам не искать фотографии оригинальных, можете сравнить их прямо сейчас. Ну и обычно в конце я вам рассказываю о каких-то веселых или не очень-то веселых, а даже немного грустных, дорогущих аксессуаров. Но, к сожалению или к счастью, их не нашлось много на прошлой неделе, а какие-то скучные в виде, там, часов Луи Виттон, но скучные, по моему мнению, это все-таки я снимаю это видео, я не стал вставлять. Так что расскажу вам единственную новость, которая мне показалась забавной и дорогой. Бренд Гермес решили выпустить ремешки для Apple Watch. Самое интересное, что цены разделились достаточно неоднозначно. Цена 339 долларов для версии на 40 миллиметров и 489 долларов для версии 44 миллиметра. То есть, получается, вот какое-то такое неравенство. Вы купили часы на 4 миллиметра пошире и, получается, вы уже должны заплатить на 150 долларов дороже. Ну а это были все самые интересные новости за прошедшую неделю. И не забывайте поставить свой лайк, чтобы поддержать меня. Ну и, конечно же, не забывайте переходить в мой инстаграм. Там начинают появляться фотографии различных аутфитов и моих кроссовок. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить там колокольчики, потому что видео уже, напоминаю, который раз понедельник, среда и пятница. Не знаю, почему я показываю это вот так вот руками. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok